100 приседаний за тренировку стоит ли так делать? Ответ на вопрос моего читателя. Мне пишут, автор, хотелось бы узнать ваше отношение к многоповторным приседам, которые пропагандировал Локтионов. Не согласен с тем, что надо на каждой тренировке так приседать. Но не успеет натур-атлет восстановиться, особенно если веса за сотку уходит. Может все-таки раз в неделю или полторы приседать. Эндри Ма, здравствуйте. Очень приятно, что вы помните такого знаменитого спортсмена, как Валерий Локтионов. Я всегда считал его своим учителем. Брал с него пример. Однажды он меня встретил и спросил, как я тренируюсь, и услышав мой ответ, что я делаю за час, сказал, а ты сделай это же за 40 минут. Я сказал, что это невозможно, а он ответил, а ты попробуй. И я попробовал. И знаете, что, сначала ничего не получилось, но я продолжал и со временем я выполнил комплекс тренировки за 40 минут и увеличил вес в снарядах. Так за один год я поднял свои результаты в два раза, чем за предыдущие 10 лет. Так вот, что касается приседаний на 100 раз. Валерий рекомендовал их всем, и я тоже решил попробовать. Дело в том, что мышцы ног у меня были отстающие. Когда я применил его методику, приседы на 100 раз, как не удивительно, но ноги начали расти. Конечно, здесь есть свои хитрости, и выполнять эти приседания надо так, чтобы не загнать сердце. Но об этом можно много написать, поэтому читайте об этом в моих статьях на моем канале. Или смотрите видео. Десят килограмм плюс 120. Ну, понятно, что вес уже довольно-таки тяжелый. Работать придется тяжело, но буду работать спокойно, не спеша, ведь я тренируюсь не для вас, а для себя. Поэтому буду делать именно так, как позволяет мне мой организм. Справлюсь? Хорошо. Не справлюсь? Умирать не буду. И чего и вам, кстати, желаю. Так. Сейчас чуть камеру поправлю, то она вам плохо видно, как я работаю. Чуть-чуть я ее разверну. Вот так вот будет виднее. Итак, первые 20 в третьем подходе я сделал. Пробую продолжать. Ух. Да. Вот уже трудно. Дыхание открылось. Но буду дольше отдыхать. Альфом-пастик. ух. Да. получилось удобно. Ух. Да. Ух. Да. Ух. Да. Ух. Да. Ух. Ну, так. О-о-о-青. Ух. Ух. А-о-о-о-о-о-о-ь. Ух. 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 Ух, только сорок, а уже тяжело. Но на тренажер чуть-чуть удобный, даял на косточки. Как бы я трапеции, как бы и не держал, все равно так не удовлетворил. Если спало весом это незаметно, то сейчас на ключице аж больно. Дорогов, вдалит сильно на ключице. Чуть-чуть постою, отдохну, 50 раз сделал, 2,5 минуты, но в принципе неплохо. Вот, многие думают, что выполняя это упражнение мы сушимся. Да нет, ребят, сушка или похудение идут не из-за того, что вы там одно упражнение сделали 100 раз. А когда вы работаете в этом режиме, на протяжении 2-3 месяцев, 3 раза, а то и 4 раза в неделю, вот в таком стиле, и делаете не только ноги, но и спину, грудь, плечи, пресс, вот тогда у вас, конечно, жировая прослотка будет уходить. А если вы будете делать это так, как я, там, раз в месяц, вот такую тренировку для рангов, это вас просто будет подстегивать к общему физическому развитию. Да, жир от этого не растет, может быть, имущества от этого не растут, но повышается уровень тестостерона, начинает лучше срабатывать опорно-двигательный аппарат, и, естественно, в дальнейшем, если вы тренируетесь на массонапор, вы будете прибавлять. И так я продолжу. И так я продолжу. Вот так вот. Ну, вот видите, то есть чуть-чуть передохнул, больше, вес снял, и сразу получилось 30 раз. То есть 80 раз, гибая с людьми, поэтому осталось последние 20 раз, сейчас остановлено дыхание, и закончил. И вот этот третий подход получится 100 раз где-то за 5, ну, может быть, за 6 минут. Вот такая вот высокоинтенсивная тренировка. И вот смотрите, видите, я делаю отдыхи, но отдыхи короткие. То есть, интенсивность громадная. Вот попробуйте. Сами убедите, что у вас получится. Ну что, попробуем последние 20 раз. Ну что, попробуем последние 20 раз. Ну вот, можно было сказать, что я разогрелся. И сейчас немного передохну и перейду в жим ногами. Имеется в виду платформа.